Ежедневно в России силовые структуры задерживают по 150 человек, тех, кто не согласен с войной, которую развязала Россия на территории Украины. В целом, за 106 дней полномасштабного вторжения в России задержано, по данным УВД-инфо, 15 450 россиян. Как выражают свою позицию граждане России и чем это им угрожает, в нашем материале детальней. На священника и доктора богословия Иоанна Курмаярова из Санкт-Петербурга открыли уголовное производство по статье «Дискредитация российской армии». Все из-за видеоролика, который Курмаяров в марте опубликовал в Ютуб. На видео говорил, что российские солдаты, которые воюют в Украине, точно не попадут в рай. 7 июня силовики провели у священника обыск. Изъяли технику, две иконы, деревянный крест и подрясник. Об этом сообщили в телеграм-канале «База». Курмаярова задержали. Идет следствие. «Фейк самый интересный, путинский. Они сдохнут, а мы станем мученики и будем в раю. Вот я хочу разочаровать всех, кто верит в этот фейк. С точки зрения христианского вручения, никакому раю мы не окажемся. Потому что в раю оказываются блаженные миротворцы. Миротворцы в раю будут, понимаете? Вот что проблема. А тот, кто развязал агрессию, ну не будет он в раю». Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышев уволился с должности из-за давления на него работников МВД России. Ведомство, рассказывает преподаватель, требовало от него провести воспитательную работу со студентами, которых ранее задерживали на антивоенных акциях. Чернышев от исправительных работ отказался. «Требуют, знаете ли, невозможного. Потому что, когда активные и умные молодые люди выходят на улицу с гуманистическими лозунгами, а в ответ на это те, кто, по идее, должен защищать их от преступников, сажают их в автозак, то тут можно сколько угодно воспитывать патриотизм». Преподаватель Сергей Чернышев из поста ВКонтакте. Группа политологов, социологов и журналистов РФ запустили проект «Рэраша». По словам политолога Кирилла Рогова, цель проекта – делать для мировой аудитории. Экспертные аналитические доклады о том, как по-настоящему граждане России относятся к войне. Данные уже вызвали полемику в обществе. Одни свидетели глубинного народа говорят, ну вот видите, они все поддерживают войну. Это полное царство имперского милитаризма. Там 80% россиян за войну и хотят уничтожить Украину. С другой стороны, эксперты говорят, что вообще нельзя смотреть на социологические опросы в состоянии, когда так повысилась репрессивность режима. Отнюдь не большинство россиян, судя по всему, поддерживают войну. При этом и заявить о том, что они не поддерживают, готовы только меньшинству. А для остальных это стратегия некоторого молчания, стратегия уклонения. Это и есть картина настоящей автократии, более сложная, чем то, что нам обычно предлагают. Политолог и журналист Кирилл Рогов из интервью «Новая газета Европа». 25 и 26 июня в Тбилиси запланировали онлайн-фестиваль «Содействие». Тема «Антивоенный активизм в мире и политические репрессии». Организаторы – политические эмигранты из России и Беларуси. Предлагают присоединиться к дискуссиям, чтобы выяснить, какие методы протеста эффективны, а какие нет. В рамках фестиваля откроют выставку «Автозак-арт», где представят антивоенные высказывания любого формата. Спектакли по текстам писателя Дмитрия Глуховского отменили в Московском драматическом театре. Все после того, как писателя объявили в розыск, а затем инкриминировали дискриминацию российской армии. Тот курс, который сейчас взят, он настолько очевидно для страны губителен, что элиты это, на самом деле, конечно, осознают уже. Народ в очень большой степени опьянен пропагандой или ему выгодно просто для того, чтобы свою какую-то оставшуюся частную жизнь сберечь, притворяться, что он пропагандой опьянен. К двум годам колонии приговорили 61-летнюю пенсионерку из крымского судака. Валерию Гольденберг обвинили в осквернении могилы российского солдата, который участвовал в так называемой спецоперации, сообщает адвокат женщины Марлен Халиков. Якобы в апреле пенсионерка вылила кровь на могилу минометчика морской пехоты РФ Валентина Исайчева. Женщина свою вину признала. Признаюся в совершении осквернения могилы военнослужащего, погибшего при исполнении специальной операции. И искренне раскаиваюсь. 8 июня во Владивостоке неизвестные снова пытались поджечь местный военкомат. Из обрушенного коктейля Молотова пострадала облицовка здания, передают местные СМИ. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины в разных регионах России пытались сжечь уже 18 военкоматов. Юлия Безбородько, специальная для информационного марафона Freedom, телеканал А.ЮЭЙ. И уже к нашему эфиру присоединяется Игорь Александрович Яковенко, российский журналист и социолог. И будем детальнее говорить об этой теме. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Добрый день. Вот хотим начать с такой, знаете, я недавно смотрел архивные записи Радио Свобода. Они там обсуждали три направления. Было сам издат, там издат и магнит издат. Когда передавали на магнитных пленках в Советском Союзе, может быть, песни, музыку, записи, лекции. Одна из таких песен, которая попадала на магнит издат Александра Галича «Мы не хуже Горация». И он там в этой песне как раз в словах ее описывает, что такое магнитофон системы Яуза, который давал на тот момент возможность людям получать чуть больше, чем это было в официальных источниках информации. Как вы думаете, сегодня в России явление, которое описывает антивоенное настроение, можно ли считать тоже каким-то издатом? Но тогда каким же его считать издатом и как его назвать, этот антивоенный активизм? Я думаю, что любые аналогии, любые отсылки к историческому опыту диссидентского движения, слушание радиоголосов, там еще была пишущая машинка Эрика, который берет 4 копии. Значит, это все не очень сейчас стреляет, это все так не работает сейчас, потому что сейчас в условиях интернета, когда, в принципе, абсолютное большинство россиян все-таки так или иначе пользуются интернетом, у них есть возможность, есть реальная возможность, так сказать, получать альтернативную информацию. Не нужно, не востребовано у какой-то части. Значит, просто сначала надо понять вообще, описать болезнь. Значит, на сегодняшний момент 26 миллионов россиян используют VPN. То есть, это механизм обхода блокировок. Значит, то есть, интерес какой-то к запрещенной информации есть и у примерно четверти взрослых, у каждого четвертого взрослого россиянина. Это довольно много. Далеко не все эти люди интересуются, обходят блокировки, обходят запреты Роскомнадзора с целью получить политическую информацию. Часть из них просто хочет общаться в Инстаграме, смотреть картинки, еще что-то делать, то, что запрещено, но не получать альтернативную политическую информацию. Но я думаю, что достаточно большое количество все-таки заинтересовано в том, чтобы получать альтернативную информацию. Поэтому, конечно, то, что сейчас запрещенные авторы, запрещенные медиа ушли в интернет, ушли в YouTube, и, так сказать, часть из них вещает из-за рубежа, это достаточно эффективно. Это очень эффективно. Здесь есть блогеры, которые имеют миллионные просмотры, и, безусловно, это серьезный инструмент сопротивления. Тут нечего говорить, это более эффективно, чем то, что было когда-то в период, так сказать, там издата, сам издата. Значит, это важная история. И я полагаю, что это направление, конечно же, надо развивать. Я думаю, что любая попытка там как-то говорить о том, что, ребята, вот 18 военкоматов подожгли, давайте подожжем еще несколько сотен, ну, количество людей, которых при этом отправят в тюрьму и сломают им жизнь, оно будет значительно больше, чем эффект от вот этих вот, так сказать, подожженных военкоматов. Ну, придется просто... Те покрасят эти военкоматы, а людям придется потом долго сидеть в тюрьме. Поэтому я думаю, что это не самый эффективный метод. А вот что касается действительно создания каких-то эффективных СМИ, которые будут вещать в интернете и, например, из-за рубежа, это серьезная история. Я думаю, что это штука, которая будет гораздо более эффективной, чем в свое время были какие-то, так сказать, голоса, там, BBC, Радио Свободы и так далее, Голос Америки и прочее. Я думаю, что это очень эффективная история. Поэтому то, что сейчас... Ставите на визуальную. Делайте ставку на визуальную картинку. Да, конечно. Конечно, нет. Ну, понятно, что это гораздо более эффективно. 90 с лишним процентов информации человек получает через зрение. Поэтому, конечно, YouTube – это сейчас инструмент номер один. Тем более, что он неубиваемый. Все разговоры о том, что сейчас заблокируют YouTube, скорее всего, ничем не кончатся. Даже если начнут блокировать, ничего не получится. Люди пользуются VPN-ами. VPN-ов много. И, значит, попытки там в свое время, когда Роскомнадзор еще при Жарове пытался заблокировать Телеграм, то кончилось это все очень смешно. Потому что заблокировали 2 миллиона сайтов. В результате заблокировал Роскомнадзор сам себя. И в конечном итоге завел себе Телеграм-канал. То есть это очень смешная история была. Поэтому я думаю, что в конечном итоге работа с гражданами таким образом, чтобы они смотрели альтернативные YouTube-каналы. Прежде всего, YouTube-каналы – это главный ресурс. Ну, не только. Понятно, что и Телеграм никуда не делся и так далее. Это серьезная возможность сопротивления. Но здесь другой вопрос, что нужно искать тот язык, который дойдет не только. Потому что очень часто мы убеждаем убежденных. То есть аудитория большинства YouTube-каналов, Телеграм-каналов альтернативных, оппозиционных, она, в общем, состоит из людей, которых убеждать не надо, которые так-так думают. И здесь это все играет огромную роль, потому что это механизм преодоления одиночества. То есть люди в регионах, особенно в российских, это люди, которые находятся в окружении сторонников Соловьева, Киселева, Путина, поддерживающих войну, им достаточно тяжело. Они находятся в одиночестве. Прежде всего, еще и потому, что вот эта массированная, небывалая в истории человечества пропаганда, информационная война против мозгов собственного народа, такого никогда не было. Ничего похожего не было. Ни при Сталине, ни при Гитлере. То есть это абсолютно беспрецедентные масштабы, беспрецедентная интенсивность поражения мозгов. Ну, знаете, я вот как бы хочу такой тоже, знаете, провести параллель. При Сталине и при Ленине, в общем-то, и не было таких понятий, там, как диджей, например, или хип-хоп, или там рэп. Этого всего тоже не было, да. И, в общем-то, они занимались только, условно, пропагандой через печатную продукцию и через, может быть, как мы сейчас называем это стрит-арт, это, может быть, граффити, либо мозаика. А теперь же вот я вижу, что, например, антивоенное движение, особенно те молодые люди, которые себя вот называют активистами антивоенными в России, они во многом распространяют стикер-арт, например, есть такое направление, комикс-арт есть такое направление. То есть вот появляется междисциплинарная какая-то креативная такая индустрия, направленная на сопротивление. И вот как раз в этом я лично для себя вижу сам себя издат, можно так сказать, где люди что-то изображают, свою эмоцию, чувство, отношения через те доступные им способы. Ну, например, кто-то в виде графики, в виде стикер-арта, в виде комикса, в виде граффити. На улице, может быть, кто-то рэп споет и так далее. И, кстати, обратите внимание, не так давно, когда вот сейчас в Мариуполе события были, русская пропаганда взяла на вооружение украинский язык и сделали даже клип на украинском языке о том, какие хорошие российские военные, что, значит, они освободили, как они говорят, о Мариуполе Азовсталь. Мы не будем ставить эту музыку, ясное дело, но та сторона, которая считает, что они гении и спецы пропаганды, они вот берут на вооружение как раз уже эти новые междисциплинарные подходы графического рэп-исполнения и прочее, прочее. Как думаете, наберется ли в России сегодняшний такой массив людей, разных творческих профессий, которые вот в меру своего, своей активности смогут, ну, хотя бы чуть-чуть убедить, хотя бы чуть-чуть какую-то часть людей убедить в своем видении реальности? Ну, во-первых, я хотел бы отреагировать на ваше утверждение, что у Гитлера, у Сталина, у Ленина не было, так сказать, какого-то там творческого, художественного креатива. Значит, именно Ленину принадлежат слова, что важнейшее из искусств является кино, и, значит, и Ленин Рефенштайн, которая, так сказать, делала для пропаганды гитлеровских идей ничуть не меньше, а значительно больше, чем Юлиус Штрехер, повешенный по приговору Нюрненбергского трибунала. Значит, там было много чего. Там было и кино, которое, так сказать, Сталин лично просматривал, все эти пропагандистские фильмы. И у Гитлера были достаточно серьезные там программы, значит, радиорадости. То есть это же не только такая топорная пропаганда. Поэтому я бы не стал совсем вот представлять ту пропаганду, гитлеровскую, сталинскую, которая, так сказать, была в 30-е годы, как нечто очень топорное. Я хочу, извините, уточнить, здесь важный момент. Та способ производства той пропаганды и нынешней пропаганды российской нуждается в серьезной поддержке процедуры, скажем так. То есть нужна студия, нужны камеры, нужен свет и прочее, прочее. И, в общем-то, без инфраструктурных вещей подобные проекты, как советское телевидение, было невозможно сделать, условно, на коленке, либо где-то у себя в гараже. А у нынешнего поколения, которое пользуется Ютьюбом, и, в общем, вы поддерживаете и продвигаете сейчас в нашем общении идею пользования Ютьюба для распространения информации о российской жизни, у них же, в общем-то, сам себя издает человек. Он сам может сесть нарисовать, обладая навыками работы в Adobe, Photoshop и прочее, и придумать ту или иную форму протеста. Тут вопрос как раз в том, есть ли критическая масса людей в России, которая сможет убедить скептиков, которые все еще верят заявлениям Шойгу или Путина, а мы таких видим постоянно в вопросах общественного мнения. Наберется ли эта критическая масса в условиях, когда многие просто уезжают? Я попробую ответить, да. Значит, первое. Находясь в России, создавать серьезный продукт, способный что-то переломить в сознании россиян, абсолютно невозможно. Об этом надо просто забыть. Потому что, значит, человек, который будет, сидя в России, делать серьезный продукт, перебивающий, значит, те настроения массовые, которые действительно сегодня существуют, они не столь массово, как об этом говорят, ссылаясь на псевдо-опросы. Потому что социологические опросы, которые говорят, что 80% поддерживают Путина и войну, это просто полная чушь, конечно. Потому что любое проведение социологического опроса в тоталитарной фашистской стране – это издевательство над здравым смыслом. Подойди к человеку во времена Сталина и спроси, как вы относитесь к России и Сиреновичу. Естественно, вам ответ будет – хорошо отношусь, товарищ майор. Разрешите идти? И так далее. Но это глупость. Но, значит, теперь, что касается попытки создания производства антивоенного контента, находясь в России, это утопия. Об этом надо забыть. Но на самом деле не имеет значения, где человек находится. Человек может находиться в Москве, в Риге, в Таллине, в Праге, где угодно, и делать контент, который будет адресован России. Вот здесь надо просто именно современные технологии позволяют делать хороший, качественный контент. И на сегодняшний момент критическая масса талантливых людей, которые способны делать этот контент, она существует, и она готова это делать. И, собственно, она делает этот контент. Уже делает. Но есть одна серьезная проблема. Дело в том, что вот это вот имперское сознание, которое поддерживается фашистской пропагандой, оно обладает свойствами, похожими на тефлон. То есть, на самом деле, эти люди сами себя заключили в некоторый купол, являются такими своего рода имперскими наркоманами, которые подсели на этот тяжелый наркотик, ежедневный, 24-часовой. И вот так же, как очень тяжело героиного наркомана отвлечь от его тяжелой болезни с помощью, там, рассказывать ему о том, что давай заниматься здоровым образом жизни, а смотри, какие девушки красивые кругом, а давай ты на танцы пойдешь и так далее. Это наркомановая, наркотическая зависимость, с которой очень тяжело соскочить. Поэтому я бы все-таки достаточно твердо ответил на ваш вопрос. Да, есть критическая масса талантливых людей, которые готовы делать вот такой вот альтернативный продукт, но надеяться, что с его помощью вот эти примерно от 30 до 50 процентов россиян, которые подсели на вот этот наркотик ненависти, который производит российский телевизор, надеяться, что этим можно перебить самый талантливый человек не в состоянии этого сделать. Это требует совершенно других мер. И просто надо это иметь в виду. Просто надо находиться на почве реальности. Это тяжелый наркотик, и люди, которые смотрят Соловьева, Скобеева, они подсели на этот наркотик, у них отравлено сознание. И какими-то талантливыми, хорошими, креативными программами это не перебить. Просто точно так же, как вы не перебьете, не сможете вылечить героиного наркомана самыми талантливыми программами по здоровому образу жизни. Игорь Александрович, но все-таки хотелось бы еще с вами успеть поговорить о тех, кто не побоялся высказать свое мнение сейчас на территории России против войны России, против Украины, и кто сейчас из-за вот этих своих смелых действий нуждается в помощи. Потому что для помощи таких граждан, которые лишены теперь свободы после своих высказываний, группа российских правозащитниц запустила онлайн-платформу, которая называется «Черный февраль». И на соответствующем сайте авторы инициативы приводят кейсы задержанных лиц. Среди них люди совершенно разных возрастов, разных профессий. На ресурсе рассказывают, как этим людям можно помочь с учетом рисков для желающих помочь. Основной призыв – как можно больше рассказывать о людях, обвиняемых по антивоенных статьям. Им также можно помочь с оплатой адвоката, либо просто покупкой передать в места заключения. Вот коротко, что говорят сами авторы этого проекта. Новые статьи Уголовного кодекса противоречат не только нормам международного права, но и Конституции Российской Федерации. Так, расплывчатый и неопределенный термин «дискредитация» де-факто означает цензурирование высказываний и мнений, что напрямую противоречит статье 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующей свободу мысли и слова. Мы считаем текущие уголовные дела еще одним проявлением политических репрессий в современной России. Вот, Игорь Александрович, если можно коротко, остается, к сожалению, не так много времени эфира. Все-таки, насколько вы считаете эффективным такие организации, как вот «Черный февраль», которые пытаются помочь? Или даже это инициатива, скорее всего, да? Да, да. Но они разрознены, но они есть. Дело же не в том, что они разрознены. Дело в том, что это, безусловно, очень важная, чрезвычайно важная, чрезвычайно благородная и очень нужная инициатива. К огромному сожалению, в России, где отменено право, вообще право отменено, это не очень эффективно. Но то, что это надо продолжать, это совершенно очевидно. То, что это какая-то помощь, какая-то поддержка людям, которые находятся в заключении по абсолютно надуманным, по абсолютно незаконным статьям, конечно, это очень важно. Это очень важная инициатива. Я, безусловно, ее очень поддерживаю. Считаю, что люди, которые это делают, это делают чрезвычайно благородное дело. Вопрос об эффективности – это отдельный вопрос. Игорь Александрович, благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я напомню нашим зрителям, что Игорь Александрович Яковенко, российский журналист и социолог, был с нами на связи.